Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Markets, оставляйте ваши вопросы в сексе с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Ну что ж, сегодня на повестке экономического календаря еще один блок макроэкономической статистики из Англии. В 6.00 по GMT нас ждут данные по розничным продажам. Далее, в 8.30 по GMT активности производственного сектора сферы услуг. Конечно же, традиционно мы должны обратить внимание на сферу услуг, потому что на нее приходится больше 80% вклада в общий показатель ВВП. Между этими релизами с 7.30 до 8 будет статистика по индексам активности производственного сектора сферы услуг ведущих стран еврозоны, Германии, Франции, Италии и, соответственно, статистика аналогичная в целом по валютному блоку. Но эти данные меня не особо интересуют сегодня, потому что мы благополучно сделали нашу цель по паре евро-доллар 1.10 и хорошо, что ранее приняли решение фиксироваться на данной психологической планки. Потому что такой уровень уважать, безусловно, нужно, даже если фундаментальный фон будет указывать на возможность развития дальнейшего роста, все-таки рядом с этим значением будет какая-то проторговка, продолжительная консолидация и так далее. Поэтому в отношении европейской валюты сейчас лучше занять уже выжидательную позицию, понаблюдать со стороны, что происходит. И к покупкам евро мы еще с вами, друзья, вернемся. Также из отчетов, точнее даже пресс-конференции и выступлений сегодня стоит отметить в 9.15 выступлении Джеймса Булларда. Этот представитель американского регулятора обычно провоцирует определенную волатильность доллара, потому что довольно категоричен в своих суждениях и конкретен в заявлениях касательно перспектив повышения процентной ставки. И замыкать торговую сессию в 17.40 по GBT, но в плане содержания по экономическим событиям будет выступление Лоретты Мейстер, члена Совета управляющих американского регулятора, что также может добавить немножечко волатильности в движение курса доллара. Я предлагаю начать традиционно с американской валюты. Индекс доллара 102.18 пунктов сейчас. Стоит отметить, что вчерашняя торговая сессия была довольно интересна тем, что рынок полностью игнорировал фундаментальный фон, который складывался. Да, мы знаем, что состоялась пресс-конференция, выступление Паула в Конгрессе, это второй день. Мы, в принципе, были довольно знакомы с его риторикой на основании того, что у нас был опыт его же выступления за день до этого. И знали, что стоит ожидать. И, в принципе, Паула повторил то, что ранее было озвучено перед Палатой представителей, что инфляция по-прежнему является проблемой для американской экономики. Она является проблемой для всего мира, и мы знаем, как, в принципе, с ней борется. Базовый индекс потребительских цен снижается недостаточно высокими темпами, поэтому ужесточение монетарной политики, скорее всего, продолжится. И даже еще до выступления Паула мы ранее ссылались на инструмент FedWatch Tool, который допускает возможность еще одного повышения процентной ставки в июле, причем вероятность этого повышения составляет 77%. Да, это значимый показатель, и, конечно же, при такой вероятности, если она не изменится к июльскому заседанию, нужно будет признать, что еще один раз ставку повысит. Ну вот, если рассуждать на перспективу уже оставшейся части этого года, то я думаю, что этим потенциальным повышением дело-то и закончится, потому что дальше ФРС точно не пойдет из-за той экономической конъюнктуры, в принципе, и слабой статистики, которая складывается. И последний отчет по перечным заявкам на пособия безработицы, который вышел вчера, он снова нам указал на то, что рынок труда теперь уже вот на протяжении месяца или даже чуть больше остается проблемным американской экономики. Две недели позапрошлые, когда мы фиксировали прирост количества первичных заявок на пособия безработицы на уровне 262 тысячи, мы уже называли вещи своими именами, говорили, что это прямо вопиющий показатель, который характеризует явное замедление и охлаждение рынка труда. Вчерашний отчет превзошел, друзья, ожидания прошлых недель, потому что прирост состоял 264 тысячи. И вроде бы как ранее мы привыкли к нормальной реакции доллара на слабый рынок труда, потому что слабый рынок труда снижает шансы на проведение агрессивно-жёсткой монетарной политики. Доллар обычно корректировался. Вчера американская валюта смогла обновить локальный максимум и снова прорвалась выше 102 пункта. Это ненормально. И я думаю, что все-таки логика должна вернуться на рынок, так же, как и естественная реакция на тот слабый фундаментальный фон, который формируется. Долго на идее повышения ставки в июле доллар расти не сможет, потому что 77%, которые я обозначил как вероятность, этот показатель видят буквально все. И, соответственно, это уже заложено в курсе американского доллара. А вот если по мере приближения июльского заседания мы будем получать все больше слабых макроэкономических данных, вот тут настроения будут уже меняться. К этому нужно быть готовыми. Я не вижу предпосылок для такого позиционного среднесрочного роста курса доллара. И считаю, что его котировки даже выше 102 пунктов сейчас это значения, которые слишком для него являются высокими. И нужно котироваться пониже. Золото 1912 долларов за тройскую унцию. Собственно, золото тоже показывает интересную динамику. Рост, опять же, укрепление доходности, рост доходности американских трежерис, то есть американского долгового рынка, обычно провоцирует нисходящую динамику. В то же время снижение доходности трежериса должно находить обратный отклик в динамике золота. Но мы видим то, что последние практически шесть торговых сессий золото снижается. И это снижение продолжается и на росте доллара, и на снижении доллара, и на росте доходности облигации, и на снижении доходности облигации. Это странно. Поэтому я еще раз подчеркиваю значимость уровня 1900 долларов за тройскую унцию. В принципе, раньше назывался диапазон 1900-1930. И, на мой взгляд, это по-прежнему идеальный коридор, чтобы открывать долгосрочную позицию на покупку. Европейская валюта, как уже отметил, наша цель достигнута. Британская валюта 1,2710, 13-е повышение процентной ставки подряд. И, как мы и ожидали, британский регулятор все-таки правильным образом отреагировал на значительный рост инфляции, который был зафиксирован, и принял решение, что сейчас уместно уже повышать процентную ставку не скромным темпом 25 байсных пунктов, а сразу шагнуть на 50 байсных пунктов. Фактически ставка сейчас уже 5 процентов. И, опять же, из сопротивленных заявлений, которые были опубликованы, явно следует то, что британский регулятор явно недооценил текущую ситуацию с запредельно высокой инфляцией. И, наконец-таки, признал, что этот рост уже практически стал неконтролируемым. Поэтому понадобится дополнительное, более активное вмешательство в монетарную политику, более агрессивное повышение процентной ставки, на чем я делаю вывод, что повышение ставки, в том числе и на 50 байсных пунктов, все еще возможно как минимум один раз до конца этого года. Я повторю, друзья, что полностью разделяю прогноз Bloomberg о том, что ставка британского регулятора до конца этого года может вырасти до 6 процентов. И отсюда делаю вывод, что фонд долгосрочно все-таки останется тем инструментом, который сохранит положительную и позитивную динамику. Сегодня будет интересно посмотреть за тем, как британская валюта отреагирует на данные по производственному сектору и сфере услуга. Надеюсь, что статистика не разочарует, то есть может все-таки подтянуть фунт снова поближе к отметке 1.28. Если мы поймем, что на следующей неделе фунт все-таки продолжает развивать нисходящую динамику, то тогда будем приспосабливаться, адаптироваться и, возможно, как альтернативный вариант, будет уместным выйти из этой позиции, дождаться, опять же, более уверенного снижения курса американского доллара, прежде чем снова заходить в длинные позиции по рисковым инструментам. И рынок нефти 73.56 долларов за баррель, еще один актив, который не изменил традиции крайне противочивой реакции на фундаментальный фон. Данные по запасам, которые были опубликованы от администрации экономической информации, снижение на 3.8 миллиона, то есть, по идее, статистика и отчеты, на которых золото могло неплохо вырасти, на этом фоне золото снизилось, черный, имею в виду, конечно же. Может быть, на настроение трейдеров повлиял факт повышения процентных ставок со стороны многих регуляторов, и тут же на рынок вернулись опасения за перспективу мирового экономического роста. Мне кажется, эта теория с натяжкой тянет, чтобы как-то оправдывать поведение именно бренда и WTI. Поэтому пока что, друзья, длинные позиции для меня остаются в приоритете. Я считаю, что вероятность закрепления этого инструмента поближе к 80 существенно выше, чем пробой поддержки 70 долларов за баррель. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошего вам закрытия недели. Всем пока!